Тимошенко обвинила Порошенко в эскалации конфликта в Донбассе с целью отмены президентских выборов. В Верховной Раде заявили о критическом состоянии энергетической отрасли Украины. Власти Великобритании признали непричастность России к отравлению двух человек в Эймсбери. Оперативную информацию о ситуации в Донецкой Народной Республике предоставил начальник пресс-службы Управления Народной Милиции ДНР Данил Бессонов. На Горловском направлении обстрел украинских боевиков с позиции 24-й бригады по приказу военного преступника Гудзя подвергся поселок Шахта Гагарина. При этом противник применил гранатометы различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие. На Донецком направлении украинские террористы 93-й бригады по приказу военного преступника Клочкова целенаправленно обстреливали населенный пункт Докучаевск, Васильевка, Петровское и Куйбышевский район города Донецка. Огонь велся из вооружения БМП, гранатометов различных видов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. На Мурибльском направлении оккупанты 36-й бригады по приказу военного преступника Гнатова ввели обстрелы населенных пунктов Октябрь, Коминтерного и Ленинское. Выпустив две минные калибра 62 мм, огонь также велся из вооружения БМП, гранатометов различных видов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Всего за сутки зафиксировано 8 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских пациентных сил. Сводку об обстановке на линии соприкосновения предоставил и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочка. За прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Паньковка и Лозовое. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли противотанковые гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. 5 июля состоялось торжественное награждение многодетных семей ДНР государственными наградами за заслуги воспитания детей. В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, исполняющий обязанности министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина поздравила семьи республики, являющиеся примером для сограждан. 29 декабря 2017 года указом главы ДНР Александра Захарченко был подписан указ об утверждении государственной награды «Знак отличия за воспитание детей». И вот сегодня в этом зале мы будем честовать тех людей, которые будут удостоены этой государственной награды. В качестве поощрения за безграничный труд в деле воспитания детей, а также возрождение ценности Института семьи и брака, пять многодетных семей из разных уголков республики были удостоены получения государственной награды «Знак отличия за заслуги в воспитании детей». Награждаются Валерий Николаевич и Алла Петровна, Перекрест, Новоазонский район. Кроме того, в качестве признания за слуг родителей, семьям также вручили благодарности от Министерства труда и социальной политики. Вместе с тем главам семей и их представителям вручили памятные подарки от благотворительного Международного детского фонда мира. Что касается общей численности многодетных семей, в которых три и более ребенка, то в республике их количество превышает 8 тысяч. Все они поддерживаются государством и соответствующими органами государственной службы по делам семьи и детей. Анна Трик, Селивена Чистякова, Новороссия ТВ. В Донецке состоялась пресс-конференция Альваро де Моричалара, знаменитого испанского путешественника, обладателя 11 мировых рекордов, пересекшего в 2002 году Атлантический океан на аквабайке. Как заявил сам Альваро, его визит в республику имеет вполне серьезные основания. Что именно привело столь незаурядного гостя в непризнанную Европой ДНР, смотрите в следующем сюжете. Известный как искатель приключений, мореплаватель, спортсмен и успешный предприниматель Альваро де Моричалар за свою жизнь совершил немало. Одним из его главных достижений стало плавание через Атлантику из Рима до Нью-Йорка. Сейчас Альваро 57 лет, однако его страсть к морям и океанам не сдает обороты. Собственно, она же пробудила в путешественнике весьма интересную идею, о которой он приехал рассказать в Донецкую Народную Республику. «В августе я хочу проделать путь из Седова в Севастополь на водном мотоцикле. От Седова до Севастополя плыть ближе, чем из Рима в Нью-Йорк. Но важно не само расстояние, а то, что оно символизирует». Альваро пояснил, что он имеет в виду, говоря о символизме. От своего лица путешественник попытался выразить мнение всей Европы. Он сказал, что европейские страны хотят установления мира на этой территории, и это плавание от Седова до Крыма будет в поддержку Донбасса и цельности Европы, в том числе с Россией. Анна Трексель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. На что только не идут в своей грязной борьбе украинские политики. В последнее время подконтрольные администрации президента Петра Порошенко СМИ проводили активную кампанию по дискредитации лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. И вот теперь главный политический оппонент президента наносит ответный удар. В эфире первого украинского телеканала Тимошенко обвинила Порошенко в сговоре с лидерами народных республик Донбасса. По ее словам, глава государства хочет договориться с ДНР и ЛНР о возобновлении активных боевых действий, что позволит ему ввести военное положение и остаться у власти на второй срок без выборов. Он хочет, в принципе, выборы президента не проводить. И поэтому сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР, ДНР, то есть, по сути, с людьми, которые оккупировали часть Украины. И Порошенко хочет инициировать начало большой войны. Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины. Он хочет, чтобы все горело, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень. И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Это сейчас является ключевым планом. Напоминаем, что очередные президентские и парламентские выборы в Украине запланированы на 2019 год. Однако во время военного положения в стране выборы проводиться не могут. И вполне вероятно, что Порошенко может пойти на такой шаг, поскольку его рейтинг является рекордно низким, и его шансы на победу в выборах мизерные. Впрочем, представить, что этот военный преступник будет договариваться о подобном с лидерами народных республик, может только его оппонент, который банально хочет еще сильнее ударить по репутации соперника. Тем более, для эскалации конфликта Порошенко не нужны никакие переговоры, так как на линии фронта у него хватает подконтрольных боевиков, которые в любой момент готовы спровоцировать новый виток войны. Президент Украины Петр Порошенко не оставляет попыток переписать историю. На этот раз в интервью сербскому телеканалу РТС лидер Незалежный представил свою версию крещения Руси. По его словам, 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь Константинополь, а потом Украина была матерью для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот. Порошенко также подчеркнул, что в настоящее время Россия мешает Украине иметь свою независимую церковь, за создание которой якобы выступают более половины украинцев. Комментируя это, мягко говоря, противоречивое заявление, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик указал на безграмотность украинского президента. Заявление Порошенко в который раз демонстрирует неграмотность украинского президента, который не знает, что князь Владимир пришел в Херсонес из Новгорода, исконно русского города. Владимир называл себя русским, а все завоеванные земли Русью, и крестил русский народ, а не отдельную Украину, о существовании которой в те времена никто даже и не подозревал. Была земля племени Полян, которую князь Владимир присоединил к своему государству на равных со всеми условиями. Первое крещение прошло в Киеве лишь потому, что он ближе остальных городов к Херсонесу. Поэтому украинские историки пытаются затупить русский меч, которым создавалось тогдашнее древнерусское государство. Дмитрий Белик считает, что такое заявление Порошенко говорит о его отчаянии и никакого эффекта не окажет. Попытка Украины перетянуть на себя религиозный период нашей общей истории – это погибающий в трясине, который хватается за траву, хотя и осознает, что она ему уже не поможет. Да и место для антироссийской пропаганды Порошенко выбрал неудачное. В Сербии люди с молоком матери впитывали благодарность к России, которая всегда заступалась за эту балканскую страну. Депутат Верховной Рады Виталий Купри в эфире телеканала 112 заявил о том, что энергетическая отрасль Украины сейчас находится в критическом состоянии. Довели до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Купри также добавил, что нынешний министр энергетики страны Игорь Насальник не в состоянии решить кризисную ситуацию. Я что буду таким министр? Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся. Около тысячи шахтеров собрались 5 июля на митинг возле здания Верховной Рады в Киеве. Они выдвинули требования устранить в полном объеме задолженность по заработной плате, вернуть в государственную собственность ряд незаконно присвоенных шахт, а также утвердить понятную и действующую программу развития угольной сферы на 10 лет. По словам главы независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца, задолженность по заработной плате составляет уже более 1 миллиона гривен. Шахтерские профсоюзы вместе с трудовыми коллективами государственных угольных предприятий приехали из всех регионов Украины под стены Верховной Рады с требованием утвердить законопроект номер 8362 о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2018 год. «Касательно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, которым предусмотрено выделение на поддержку угольной отрасли 2,8 миллиарда гривен и погашение задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 миллиона гривен на государственных угледобывающих предприятиях», – написал Волынец на своей странице в Facebook. Отметим, что шахтеры уже не раз устраивали протестные выступления в столице и регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты. Последний крупный митинг прошел 19 июня в Киеве. Собравшиеся настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Соответствующие решения члены комитета поддержали на заседании в среду. Данный законопроект предлагает предоставить право службе безопасности Украины без разрешения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу на 48 часов. Это вызвало крайнюю обеспокоенность среди правозащитников. Украинский институт по правам человека призвал Верховную Раду не принимать законопроект. Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект, который грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституцию Украины, говорится в сообщении института Facebook. Правозащитники считают, что законопроект в предложенной редакции должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека. Кроме того, правозащитники опасаются, что таким образом СБУ получит неконтролируемые полномочия в сфере надзора за выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давлению на субъектов интернет-рынка Украины. Против законопроекта выступила и украинская партия «Оппозиционный блок», назвав его посягательством на свободу слова и попыткой власти установить в Украине информационную диктатуру. ОБСЕ окажет поддержку Москве в защите прав российских журналистов в Украине. Об этом говорится в письме представителя Организации по вопросам свободы СМИ Орлема Дезира. Текст опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в России. Дезир отметил, что разделяет обеспокоенность в связи с трудностями, возникающими у российских журналистов во время визитов в Украину. Он подчеркнул, что дело арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского находится в поле его пристального внимания. По словам представителя ОБСЕ, этот вопрос он поднимал в ходе своего выступления 15 мая 2018 года, призвав компетентные власти воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ограничению права на свободу СМИ. Дезир также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и заявил о готовности оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации. Соединенные Штаты могут прибегнуть к драконовским мерам в отношении Москвы, если в дальнейшем будет выявлено российское вмешательство на выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре текущего года. Об этом интервью изданию «Коммерсант» заявил американский сенатор Джон Кеннеди, недавно посетивший Россию в составе делегации конгрессменов США. «Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет». Кеннеди отметил, что реакция США будет зависеть от действий России, и в случае вмешательства она окажется мгновенной и очень жесткой. «При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично хотелось бы этого. Но для того, чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение». В британском городе Эймсбери произошло еще одно загадочное отравление. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу, пострадавшие 44-летняя Дон Стерджис и ее друг 45-летний Чарли Роули были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Басу, изначально врачи предполагали, что у мужчины и женщины наркотическое отравление. Однако из-за возникших опасений, связанных с симптомами заболевания, их анализы были направлены в химическую лабораторию Порто-Даун. «После детального изучения образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был идентифицирован как тот же самый нервно-паралитический агент, которыми были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль». Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, отметил, что у Лондона нет оснований считать инцидент в Эймсбори российской атакой. «Зная о том, что они разрабатывали «Новичок», о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степенью уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой. Но на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены». Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить американскую агрессию. Таким образом, он отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп говорил о возможности вторжения на территорию Боливарианской республики. «Нельзя ослаблять готовность ни на секунду, потому что мы будем защищать самое великое право, которое наша Родина получила за всю историю – жизнь в мире». Мадуро также отметил, что представленная в СМИ информация доказывает правдивость его утверждений о том, что Вашингтон планирует совершить военное вторжение в Венесуэлу, чтобы захватить ее огромные запасы нефти. Китай призывает все страны принять решительные действия против торгового протекционизма и политики односторонних действий. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. «Американская сторона инициировала эту торговую войну. Китайская сторона не желает этого. Однако мы вынуждены воевать для защиты интересов государства и народа. Мы знаем, на чьей стороне справедливость. Тот, кто совершает несправедливость, лишает себя поддержки. Все страны понимают и поддерживают действия китайской стороны. Мы призываем все страны сообща принять действия решительно бороться с торговым протекционизмом и политикой односторонних действий и защищать общие интересы всего человечества». Гао Фэн также назвал угрозы Вашингтона ввести повышенные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров психологическим террором. Действия США по существу наносят удар по глобальным производственным цепочкам. США открывают огонь по всему миру, так же, как и по самим себе. Представитель китайского министерства отметил, что Пекин не опустит голову перед угрозами и шантажом, а также продолжит решительно защищать свободную торговлю. А мы переходим к новостям Республики. Накануне в Донецке открылась первая государственная нотариальная контора для работы с гражданами. О том, какие услуги она будет предоставлять населению, подробнее в следующем нашем сюжете. В среду, 4 июля, во исполнении указа главы Донецка Народной Республики Александра Захарченко, в едином регистрационном центре состоялось торжественное открытие государственных нотариальных контор в городах Донецке и Макеевке. Днём ранее начали свою работу аналогичные учреждения в городе Новозовске и посёлки городского типа Старобешево. О том, какие задачи поставлены перед государственными нотариусами, рассказала представитель министерства юстиции ДНР Наталья Гончарова. Задача нотариальных контор, где будут сидеть государственные нотариусы, они будут предоставлять услуги нотариальные, весь комплекс услуг, оформление всех документов, помощь в наследстве, оформление наследства, делать копии нотариальные, заверять копии документов. И все услуги, которые были и раньше у частных нотариусов, также и у государственных нотариусов, весь комплекс услуг будет предоставляться здесь. Это будет удобно, так как здесь внизу у нас есть регистрационный центр, где принимаются документы для регистрации вечных прав на недвижимое имущество и отдел технической инвентаризации. И также центр предоставления административных услуг. И все эти документы, которые будут заверяться нотариусами, будут предоставляться тут же на первом этаже нашего здания, единого регистрационного центра. Это уже четвертая государственная нотариальная контора, которая начала свою работу в ДНР. С сегодняшнего дня любой житель Донецка, Макеевки, Новоазовска и Старобешево может получить профессиональную нотариальную помощь. Планируется, что в ближайшее время государственные нотариальные конторы появятся и в других городах республики. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин, Наврося ТВ. Этот день очень важен для студентов исторического факультета, ведь сегодня мы покажем тех, кто взошел на ту самую ступень огромного океана жизни и с достоинством ее прошла. 5 июля в стенах Донецкого национального университета состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам исторического факультета в 2018 году. Кто-то тоже вспомнит о годах учебы с радостью, кто-то с тоской, а может быть кто-то из них. Но так или иначе веселое воду по студенческой жизни вы не сможете забыть никогда. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости. Председатель Совета ректоров образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР, ректор Донену Светлана Беспалова, депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс», председатель Комитета по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел ДНР Наталья Михайлова, заместитель министра информации ДНР Артем Альхин, а также профессорско-преподавательский состав исторического факультета, родители и друзья выпускников. Уважаемые коллеги, родители, гости, сердечно поздравляю, дорогие наши выпускники, с успешным завершением важнейшего жизненного этапа. Далее начинается самостоятельная жизнь, и я желаю вам, чтобы эта самостоятельность была для вас успешной. На сегодняшний день на историческом факультете Донену на трех направлениях подготовки обучается 712 студентов, 634 бакалавра и 78 магистров. Для вас эти 4-6 лет, сколько бы там ни было, это были годы учебы, годы взросления. Это было, скажем так, очень яркое и забываемое время, которое будет показать в дальнейшем, в свою жизнь, и так или иначе возвращаясь к месту. Я хотел бы отметить, что сравнивая сегодняшний выпуск с выпуском «Самохода», я замечаю, что значительно больше у нас выпускников сегодня. То есть это не может быть рада, но очень положительный момент. Я понимаю, что сегодняшние бакалавры, мы по сути пришли и росли вместе с республикой, в момент создания ее, в момент первого учебного года. Студенты исторического факультета подготовили праздничный концерт для выпускников, преподавателей и гостей. А самым ярким моментом стало исполнение гимна факультета, под который ИСТФАК простился с выпускниками 2018 года. В 2018 году база отдыха «Буревестник» одна из первых открыла свои двери для отдыхающих. Для работников ГП Донецкая угольно-энергетическая компания оздоровительный сезон на побережье Азовского моря стартовал 1 июня. Спустя 10 дней шахтеров и членов их семьи в Седово стали принимать еще два пансионата – ГП «Торез антрацит», «Волна» и «Золотой берег». Мои коллеги побывали на юге ДНР и узнали, как отдыхается шахтерам и их семьям. Подготовка базы отдыха «Буревестник» к приему отдыхающих началась еще в апреле. Ее проводили своими силами строительные бригады, шахты имени Засядька и работников Донецкой угольно-энергетической компании при поддержке Министерства угля и энергетики. Как рассказал директор «Буревестника», за это время был сделан ремонт номеров и территории базы отдыха. Проведена полная замена сантехники. Отремонтирован корпус силами трудящейся шахты Засядька. В течение двух с половиной месяцев ушел ремонт. Уже ремонт закончен. На сегодняшний день сюда въезжает порядка 70 человек. Убраны обои, сделано все под краску, выдам эльсионку. В данном случае в Седово нереально, не отапливая в помещениях, обои на подкрытие стены. Потому что из-за сырости все так отпадает, таким клеем не клей. На данный момент вчера была раскидана здесь мебель, постельное белье. Номер проведен в порядок. Здесь висят новые шторы, гардины. Есть холодильник. Созданы все условия для отдыха трудящихся. В начале июля в Шахтерской здравнице завершили капитальный ремонт еще двух подъездов второго корпуса. И теперь появилась возможность увеличить количество отдыхающих в смену до 360 человек. До ремонта здесь все было в плачевном состоянии. Но, несмотря на огромный объем работ, за два с половиной месяца сделали все, чтобы сезон для отдыхающих был открыт вовремя. Встретил горняков шахты имени Засядько, которые приехали на базу отдыха. Буря и Вестник – директор предприятия Андрей Нечипоренко. Шахта ритмично работала целый год. Также ритмично отработали наши строители на ремонте первого блока, второго корпуса. Друг друга понимая, понимая, что сюда будут заедут те, от кого зависит судьба шахты, наши строители отработали. Дай Бог, в честь и мы хвала. Подготовили корпус, все свеженькое, все новенькое. Так что людям остается только отдыхать, набираться здоровьем, для того, чтобы шахта могла смотреть потом с уверенностью в завтрашний день, для того, чтобы как в здоровом теле, здоровый дух. Так что, что можно сказать по этому вопросу? В принципе, сказал. Дай Бог им тут хорошо провести время и 10 дней благополучного отдыха. И потом смена коллектива. Не могут одни отдыхать целый год. То есть, рассчитываем в этом году, что у нас отдохнёт здесь, в Буревестнике. Где-то 450-500 человек поправят в своё здоровье, наберутся сил. И дальше плодотворно будут работать. Будут работать предприятия, будут жить в республике. В отремонтированные уютные номера базы отдыха «Буревестник» 4 июля въехали семьи сотрудников шахты «Засядька» и Донецкой угольной энергетической компании. А на днях к морю приедет ещё одна группа отдыхающих. Никита был скептически настроен, почитав старые отзывы в интернете о базе отдыха. Но, приехав сюда, мнение поменял. Я смотрел в интернете совсем другое. Тут, я так говорю, ремонт сделали, кровати поставили другие. В общем, навели порядок и сделали всё по-лучшему. Доволен? Да. Удачного тебе отдыха. Сегодня нам годик исполнился, и мы очень рады, что день рождения мы отмечаем на море, что удалось наконец-то выбраться на должностный отдых. Два года не отдыхали, а в этом году наконец-то дали путёвку. Это первый раз шахта «Засядька» в этом году получила. Поэтому мы очень рады, надеемся хорошо отдохнуть, хорошо провести время, оздоровить деток и только хорошее впечатление получить от отдыха. Отдыхающие не теряли ни минуты и, расположившись в своих номерах, сразу же отправились на пляж. Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики планирует за время летнего сезона 2018 только в своих пансионатах оздоровить не менее 6 тысяч трудящихся и членовых семей, что на полторы тысячи человек больше, чем в предыдущем году. В Донецкой Народной Республике свои двери для отдыхающих открыл первый отраслевой детский лагерь «Орлёнок». С начала боевых действий лагерь простаивал и только спустя 4 года, благодаря поддержке главы ДНР, а также руководству Министерства угля и энергетики, он смог пригласить детей шахтёров и энергетиков. Подробности далее в сюжете. В Донецкой Народной Республике состоялось торжественное открытие отраслевого детского лагеря «Орлёнок». Лагерь расположен в живописном экологически чистом месте Донецкого Кряжа возле села Благодатное Амбросиевского района на берегу речки Крынка. Он с трёх сторон окружён горами лысой, зелёной и голубой, которые защищают местность от степных ветров, создают здесь особый микроклимат, целебный для здоровья детей. «Орлёнок» готов сейчас принять в смену 180 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Летом 2018 года запланировано 4 съезда по 14 дней каждый. На открытии присутствовал генеральный директор ГП «Макеевуголь» Тарас Сидоренко, который рассказал, что ожидает детей, которые приедут на отдых и оздоровление в лагерь «Орлёнок». Для детей организована будет широкая программа. Здесь будут как походы на Кучерявую гору, Лысая гора, здесь три горы, куда будут ходить походы. Значит, будут организованы экскурсии выезда на Саур-могилу, будет посещен заповедник, дети смогут посмотреть зюбров. Ну и кроме того, здесь будет очень много разнообразных программ, игровых, КВНов и так далее. В общем, дети не будут скучать, я думаю, в этом году. И понравится, будут приезжать и последующие годы. Рядом находится небольшое озеро здесь, куда тоже можно будет выводить людей. Там еще не совсем благоустроено, но занимаемся. Я думаю, в процессе месяца-полтора мы организуем там пляж, где можно будет выводить детей и покупаться, чтобы не только в лесах отдыхать по горам, но и чтобы был приятный загар на природе. С ребятами занимаются опытные воспитатели и вожатые, которые очень любят детей и способны найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Что мы ждем от наших детей? Ну, во-первых, хочу сказать, что дети – это не посуда, которую можно заполнить водой, а дети – это факел, который нужно зажечь. Самое главное – увлечь, зажечь детей. Впереди еще много времени, прежде чем ребята вновь сядут за парты. Им нужно оздоровиться и набраться сил. А детский лагерь – самое подходящее место для активного отдыха. Анастасия Ковалева, Новороссия ТВ. 5 июля поступил в продажу очередной 199-й выпуск газеты «Новороссия». В номере вы прочитаете интервью с врачом-хирургом Михаилом Ковалевым, а также о причинно-следственных связях пенсионной реформы в России. Актуальные новости и статьи, афиша праздничных мероприятий, объявления, прогноз погоды, телепрограмма на неделю – все это вы найдете в самой популярной газете «Новороссии». Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале «Новороссия ТВ». Также рекомендуем подписаться на информационный канал «ДНР Лифт Телеграм», благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждут новости спорта и прогноз погоды. В студии для вас работала Анастасия Ковалева. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В Горловке только утро будет ясным. Осадков ждать не стоит. Плюс 26 днем, ночью плюс 16. В этот день в Макеевке пасмурно. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура ночью плюс 17, днем плюс 27. В столице ДНР утро будет ясным, а уже к вечеру небо затянут облака. Но осадков ожидать не стоит. Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 17.